Взрывы, стрельба БТР. Обстановка максимально приближенная к боевой. Курсанты военно-патриотических клубов со всей области соревновались за звание лучших. В Рощинском встретились 15 команд. Виталий Портнов оказался в эпицентре военных действий по сценарию. Взрывы и автоматные очереди. На полигоне Рощинского гарнизона не солдаты, а чизноверные сыны и воспитанники военно-патриотических клубов области. Третий день с автоматами наперевес. Они сдают нормы по военно-прикладным видам спорта. Мы их подняли по тревоге. У них был марш ориентирования на местности. Дневной и ночной тактическая игра с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения. И вот сегодня заключительный кульминационный момент. Это стрельба с боевого оружия. Несомненно, интересна работа с боевой техникой. Посадка, высадка с холостым оружием, холостыми патронами в полной экипировке. За звание чемпионов сражаются 15 команд. Среди них девушки и парни от 14 до 23 лет. Обычный человек под палящим солнцем в костюме химзащиты с заданием не справится. У этих ребят военная выдержка и упорство. Тактическая игра все-таки на местности. Она более сложная и, наверное, более интересная. Проходить все это и искать КП, бегать. Приходится много бегать, кстати. Конечно, тяжело, но все равно надо перебаривать себя, иметь силу воли, чтобы сделать многое. Чтобы занять первое место, нужно сдать и нормативы по огневой стрельбе. Артур в таких состязаниях участвует не первый раз. Ко всем полевым трудностям уже привык. Несколько лет назад пришел в военно-патриотический клуб. Теперь думает о карьере военного. Поступил в техникум, там вот есть такой клуб. Я пошел, посмотрел, что это такое. Ну, мне понравилось заниматься этим. Если получится, пойду вот в армию, спецназ ГРУ, если получится. Победитель отправится на всероссийские соревнования. Курсант, который покажет лучшие показатели, будет носить звание чемпиона Самарской области по военно-прикладным и техническим видам спорта. Виталий Портом, Вячеслав Фотоцкий. Новости губернии. Волжский район.